Шаг из строя Сейчас всем, как женщинам, так и мужчинам, как молодым, так и не очень, хочется быть здоровыми, стройными, красивыми. Поэтому в последующих главах я дам информацию о том, как этого достичь. Речь пойдет о воде, воздухе и пище, поскольку то, что мы пьем, едим и чем дышим, лежит в основе всего остального. Все остальное в конечном итоге является производным. Я нисколько не преувеличиваю. С этого все начинается и продолжается по цепочке причин и следствий. Вода, воздух и пища, как материальное начало, формируют здоровье и внешний вид и определяют духовное продолжение, величину свободной энергии, внутренний настрой, мировосприятие, успех в делах и личной жизни, способность управлять реальностью. Возможно, кому-то покажется, что все это не имеет прямого отношения к трансерфингу, а кого-то здоровье, как понятие, вообще не интересует. Ну, это до поры до времени. С годами ваше мнение кардинально изменится. Если уж разговаривать по понятиям, очень многие просто не представляют, что значит иметь хорошее здоровье и высокий энергетический тонус, поскольку никогда этого не испытывали. Организм, как материальная оболочка нашей души, до поры до времени не доставляет особого беспокойства. Он способен нормально ходить, а даже иногда бегать, водить машину, двигать руками и ногами, раскрывать и закрывать рот, совершать колебательные движения в постели, удовлетворять простейшие потребности, отправлять естественные надобности, в общем, вести себя вполне адекватно. Но стоит поместить такой средний организм в сколь-нибудь экстремальные условия, как он тут же скисает и начинает звать маму. То, что здоровье пока никак себя не проявляет, еще ни о чем не говорит. Организм растет и развивается до 20 лет. После 20 начинается обратный процесс. Есть такой закон, очень неприятный закон. Если нет развития, идет деградация. Фактически, это означает, что если после 20 лет вы не прилагаете никаких усилий для развития, значит, вы деградируете. Если раньше здоровье было просто дано, то после 40 лет, а для кого-то и намного раньше, за него приходится буквально бороться. А не станешь этого делать, увидишь свою деградацию во всей красе. Не существует здоровья и энергии на уровне. Есть либо движение вверх, либо вниз. Это движение почти незаметно. Зато результат появляется как-то сразу и вдруг. Откуда-то целлюлит вылез или живот вырос. Так вот, чтобы не наступило это самое вдруг, не лучше ли вместо пассивной и бесславной деградации выбрать путь развития? Для этого нужно выйти из общего строя, шагающего прямиком в матрицу, и начать действовать грамотно, осознанно, а не, как повелось в обществе спящих марионеток. Последующая информация многим покажется необычной и никак не согласующейся с общепринятыми нормами. Действительно, если вы сделаете решительный шаг из строя, то окажетесь за пределами матрицы. Вы станете делать многое совсем не так, как все остальные. Но зато по сравнению с остальными получите гораздо больше энергии и свободы от маятников. Сначала то, что вы будете делать, удивит вас. Затем вы начнете удивлять, обескураживать и даже раздражать окружающих. А потом окружающие, глядя на то, что происходит с вами, будут брать с вас пример. Субтитры создавал DimaTorzok